Первый раз в этом году я могу сказать, что нам повезло в первом тайме. Понятно, что у нас много молодежи, практически больше половины состава это играл. Осенний дубль, кто-то дебютировал сегодня, как первый матч сыграл Актисов, Сазонов. Шитов второй матч проводил, много Бакалюк, Фольмер, Васильев, пятый-шестый проводят матч. Поэтому, конечно, в первом тайме Мордовия имела преимущество и моменты были. И повторюсь, нам повезло. Но второй тайм повезло, что и забили, не самого очевидного момента. А второй тайм мы перестроились уже, сделали, как показал второй тайм, правильные замены. И второй тайм уже на контратаках, я считаю, по делу довели до победы. Что вас заставило перейти на схему 5 защитников? Что это у вас порвал? Ну, порвал это... Ну, просто в первом тайме все-таки у нас с нашей слевой стороны в защите Сазонова как бы не претензий к нему, просто первый матч играет. И, в принципе, он не защитник, а полузащитник. Мы знаем, да, что атакующий полузащитник в Академии. Несколько игр просто какое-то время играет с защитником в дубле. И здесь сразу дебютировать с защитником на уровне ФНЛ было тяжело. И решили укрепить, помочь ему, сдвинув туда Петруина, выпустив третьего центрального защитника Актистова. Ну, считаю, сработал. У меня такое складывание ощущения, что атак 2 выигрывает, когда слева кто-то дебютирует. Тогда Петруин предыдущий победит сегодня. Может, еще там вопросы? Какие тонкие замечания? Нет, думаю, конечно, с этим не связано. Просто, наверное, футбольный бог вернул нам сегодня в виде забитых голов. Сколько нам не везло, я считаю. С Нижним Новгородом мы переиграли, с Краснодаром 2, и в Хабаровске 3 игры, которые мы никак не должны были проиграть. Мы все 3 проиграли при хорошей игре, при множестве моментов. Сегодня, повторюсь, в первом тайме было наоборот. Где-то нам должно было повезти. Продолжение следует...